До конца этого года в Чувашии в новые квартиры должны переехать более 250 детей-сирот. На строительство домов из бюджета было выделено 220 миллионов рублей. Сегодня в селе Порецкое заветные ключи получили бывшие воспитанники районного интерната. С новосельем их поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. О личной квартире Ольга Денисова мечтала давно. Покинув интернат, она обосновалась у родственников. Вдумала, что надолго, но уже через 4 года девушке сообщили приятную весть. Прошлой осенью в Порецком началось строительство этого дома. Ольга уже успела купить мебель, но первым делом обжила кухню. Пока хозяйка учится в Алатаре, но каждые выходные приезжает сюда. Жилье очень замечательное. Как видите, кухня очень большая. Это самое главное для девушки. Готовить. Самое главное. Очень хорошо. Все. Как сейчас обживать мебель? Ну, уже начинаем потихонечку обживаться в занавеске. Все. Копим деньги. Надо еще немножко доработать, конечно. Вместе с Ольгой ключи от новых квартир получили 6 человек. В доме для жильцов созданы все условия. Подведен газ, установлена система индивидуального отопления и даже поклеены обои. Ежегодно выделяем сотни миллионов рублей. И в прошлом году, и в этом году. И в проектировках бюджета на 2014 год тоже предусматриваем. Для того, чтобы наши дети смогли получить комфортное жилье. Для того, чтобы дальше чувствовали заботу государства, обзавелись семьями и рожали желанных жизнерадостных детей. А когда-то все счастливые новосела проживали здесь. Порецкий интернат. Историческая достопримечательность района. Это здание было возведено в 1780 году графом Салтыковым. Спустя сто лет по ходатайству самого Ильи Николаевича Ульянова в бывшей барской усадьбе была открыта учительская семинария. Детскому дому, который находится за этими воротами, было присвоено его имя. Детский дом здесь появился 56 лет назад. За это время путевку во взрослую жизнь получили более полутора тысяч человек. В интернате уже давно сделали ставку на профориентацию. Для ребят устраивают экскурсии по районным предприятиям, проводят мастер-классы. Многие поступают в техникум и престижные вузы. В интернате есть и стимпендиаты. Я являюсь стимпендиаткой главы Чувашской республики. То есть ваша стимпендиатка. Получаете же мечтан? Да, каждый месяц получаю с января месяца по 1830 рублей. Вы счастливы? Я снимала один раз. А копите, да? Да, коплю. Своими наградами и медалями здесь может похвастать едва ли не каждый ребенок. Кому-то нет равных в спорте, кому-то в художественной самодеятельности. В интернате постоянно устраивают творческие фестивали. К самостоятельной жизни ребят готовят в собственных мастерских. Некоторые даже начинают познавать азы кончарного дела. Лепить горшки и оригинальные статуэтки. Постоянно работа кипит в швейной мастерской. Своими руками ребятам под силу вышить даже картины. Подделки воспитанников интерната многие оценивают по достоинству. По нраву это увлечение не только девчонкам. На уроки кройки и шитья ходят и мальчики. Пользу эти курсы приносят всем. Пока ребята находились на каникулах, в корпусах интерната провели капитальный ремонт. Заменили кровлю, покрасили стены, во всех спальнях установили новые оконные рамы. На условия проживания ребята не жалуются. Говорят, что здесь уютно, как и дома. Глава республики заметил, что в будущем и они переселятся в новые квартиры. Поддерживать детей-сирот в Чувашии намерены и дальше. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.